Всех приветствую на моем канале. Меня зовут Елена. Сегодня у меня небольшой видеоотчетик по итогам третьей недели совместного проекта «Краски осени», который организовала Таня Косова в своей группе ВКонтакте. Группа называется «Повезушки с Танюшкой». Также у Тани есть канал на YouTube. Все ссылочки на спонсоров проекта, на организатора и на ее группу, и на канал я оставлю в инфобоксе. Итогом этой недельки стал вот этот плед в технике «Бабушкин квадрат». Я его связала за 4 дня, с понедельника по четверг. Он связан очень-очень просто. Обычные «Бабушкины квадраты» соединяются между собой и делаются кисточки. Сейчас покажу поближе, как я соединяла эти квадратики. Вот я их соединяла такими вот полосочками. Столбик с накидом, воздушная петля. И вот здесь еще образовались такие рубчики из косичек. Пряжа у меня здесь, вот эта зелененькая пряжа, это «Кавказская тройка». Она уже давно у меня лежит, я никак не могла придумать, куда ее применить. И вот благодаря Таниному проекту у меня эти две пасмы ушли. Вот эта пряжа, это «Кроха» троицкой фабрики. Вот это вот такая зеленый, недозрелый лимон, это пихорка кружевная. Остаточки у меня в три ниточки связаны. Вот эта серая, это пихорка народная. Пихорка народная 30% шерсти, 70% акрила. Кружевная, это 100% акрил, а «Кроха» это 20% акрила и 80%, ой, 20% шерсти, 80% акрила. Вот такая красота у меня получилась. Он очень теплый, очень симпатичный, как мне кажется. Я очень довольна, что его связала, потому что давно у меня были планы связать плед. Либо на дачу, либо на диван. Но вот этот связала на дачу, потому что на этот диван он не подходит. А мне нужно на этот диван. На этот диван будем вязать другого цвета. Я надеюсь, что за время совместного проекта я еще успею связать пару пледов. Потому что мне нужен не один плед. Как я сказала, на этот диван еще один или даже два. Вот. Поэтому будем вязать. Не так очень много. А, кисточки, кстати. Вот, кисточки я делала самым обыкновенным образом. Это нарезается, сначала наматывается на какую-то основу, чтобы все кисточки были одинаковые. Я по пять ниточек брала. Складывала их пополам. И вот сюда вставляла обычным узлом макраме. Самым примитивным. Сюда вставляла эту кисточку. Вот они так смотрятся. Самым таким обыкновенным способом. Но, тем не менее, получается очень-очень красиво. Такой осенний, знаете, пледик. Прям такой яркий, красивый. Аж душа радуется и глаз. Да, так же начала я шапочку вязать. Но не буду пока ее показывать. Потому что там нечего еще показывать. Все еще непонятно. Все, у кого, может быть, будут какие-то вопросы по этому пледику, можете писать мне комментарии. Хочется сказать огромное спасибо Танюше за этот проект. Потому что такой колоссальной мотивацией давно у меня уже не было, чтобы я в такие сроки вязала вещи. Как волшебные пендели, в общем. Очень-очень помогает быстро-быстро вязать все, что нужно. Ну, все. Это все, что я хотела вам сегодня сказать. Пока-пока.